Рост заболеваемости коронавирусом в Самарской области за неделю составил 11%. Об этом говорили на оперштабе по предупреждению распространения COVID-19. Кроме того, приближается третья волна заболевания, поэтому система здравоохранения региона должна подготовиться к возможным рискам. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян рассказал, что в ковидных госпиталях региона дополнительно открыли 943 места. Лекарствами область обеспечена на 52 дня. В настоящий момент в 17 учреждениях, которые на сегодняшний день задействованы системой оказания, проведена инспекция системы кислородоснабжения, запасов средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. Имеются запасы на полтора месяца работы при сохранении сегодняшнего уровня заболеваемости и проведена оценка дополнительной потребности средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов на случай увеличения эпидемиологического порога. В регионе продолжают действовать антиковидные меры, введенные ранее. Неработающие граждане старше 65 обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для них ограничен доступ в фитнес-центры и на концерты. Заполняемость залов не должна превышать 50%. Ограничения действуют и в организации летнего детского отдыха. Мы не отменяли ограничительных мер, в отличие от абсолютного большинства субъектов Российской Федерации. Таких, например, как работа на удаленке, запрет на посещение учреждений людям старшего возраста, ограничительные меры, связанные с дистанцированием и заполняемостью залов. У нас это все действовало и действует. И вполне возможно, эти решения позволили нам удерживать ситуацию более благополучно. Несмотря на принятые меры, в Самарской области вырос процент заболевших COVID-19 среди молодежи. Прежде всего, речь идет о работниках сферы услуг, торговли и других профессий, где контакта с людьми не избежать. Поэтому самый верный способ защитить себя и близких – вакцинация, уверен глава региона. В ближайшее время в регион поступит более 73 тысяч доз вакцины. Губернатор поручил придумать варианты дополнительных стимулов для тех, кто вакцинируется. При этом на массовые праздники, а также в театр или на концерт было предложено пускать по справке о наличии прививки, действующего отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител. Кроме того, даже тем, кто привился, важно по-прежнему носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Виктория Шара и события.